Михаил Зощенко Баня Говорят граждане, в Америке баня отличная. Тут, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет. Но может иной беспокойный американец и скажет банчику, гудбай, дискань, присмотри. Только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают в стиранное и глаженное. Портянки, небось, белее снега, подштанники зашиты, заплатаны. Житишка. А у нас в бане тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню. Дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда номерки деть? Прям сказать некуда. Карманов нет, кругом живот до ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не в раз потерять. Вошел в баню. Номерки теперь еще по ногам хлопают. Ходить скучно, а ходить надо, потому что шайку надо. Без шайки какое ж мытье. Грех один. Ищу шайку. Гляжу. Один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит. А третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли. Потянул я третью шайку. Хотел, между прочим, ее себе взять. А гражданин не выпущает. Ты что же это говорит? Че же и шайки воруешь? Как ляпно, говорит тебе, шайка между глаз. Не зарадуешься? Тихо говорю. Не цайский, говорю, режим шайками лятать. Эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим мыться. Не в театре, говорю. А он задом повернулся и моется. Не стоять же, думаю, над его душой. Теперь еще, думаю, он нарочно три дня будет мыться. Пошел дальше. Через час гляжу, какой-то дядя задевался. Выпустил из рук шай. За мылом нагнулся или замечтался, не знаю. А только ту шайку я взял себе. Теперь и через шайку есть, и сесть негде. А стоя мыться, какое же мытье? Грех один. Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то, батюшки, светы. Стирка самосильная идет. Один штаны моет, другой под штаникит рет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязно. Брыжут дьяволы. И шум такой стоит от стирки, мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь, грех один. Ну, их думаю, в болото, дом помоюсь. Иду в предбанник, выдают на номер белье. Гляжу, все мое. Штаны не мои, граждане. На моих тут дырка была, а на этих вон где? А банщик говорит. Мы, говорит, за дырками не представлены. Не в театре, говорит. Хорошо, надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок-то на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок. Нет номерка. Веревка тут на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка. Подаю банщику веревку. Не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок. Польк не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется, выдам, какой останется. Я говорю, братишечка. А вдруг да дрянь останется. Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваны. Другого нет. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть. Нижняя же не предвидится. Все-таки выдал. И веревки не взял. Оделся, я вышел на улицу. Вдруг вспомнил. Мыло забыл. Вернулся снова. В пальто не пущают. Раздевайтесь, говорят. Я говорю, я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла. Не дают. Не дают и не надо. Пошел без мыла. Конечно, читатель может полюбопытствовать. Какая, дескать, эта баня? Где она? Адрес. Какая баня? Обыкновенная. Которая в гриме не... Продолжение следует...